Мандат на проведение переговоров с Великобританией о её выходе из Евросоюза получит среду от Еврокомиссии Мишель Барнье. Этот бывший министр иностранных дел Франции будет руководствоваться стратегией, которую утвердили лидеры ЕС и 27 его остающихся стран на брюссельском саммите 29 апреля в обстановке подчёркнутого единства. Это единство не направлено против Соединённого Королевства, я даже думаю, что оно в его интересах, сказал Барнье. Это единство показывает, что мы вместе, у нас есть причина оставаться вместе на долгие времена. О том, кто будет сидеть по другую сторону переговорного стола, станет известно после формирования нового британского кабинета. Им предстоит обсудить счёт за развод. Переговоры по существу начнутся после 8 июня, то есть после британских выборов, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаретис Хинас. Но трудно представить, чтобы Соединённое Королевство быстро уладило финансовые вопросы. В Евросоюзе говорят, что Великобритания должна ему 60 миллиардов евро по ранее заключённым соглашениям. Лондон этого не подтверждает и готовит встречные финансовые претензии к Брюсселю. Британский премьер просит избирателей поддержать консерваторов. Во вторник она выразила мнение, что иначе в ходе двух лет переговорного процесса ЕС будет бороться за обеспечение только своих интересов. Эти переговоры временами будут жёсткими, и для того, чтобы получить наилучшую сделку для Британии, моя команда должна быть сильным и стабильным лидером на переговорах, сказала Тереза Мэй. Каждый голос за меня и мою команду усилит мои руки на этих переговорах. Немецкая пресса пишет о провале её встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который якобы сказал, что госпожа Мэй находится в другой галактике. Субтитры создавал DimaTorzok